При заражении коронавирусной инфекцией в организме человека происходит множество процессов. Тяжелое или легкое течение заболевания зависит от иммунитета человека. Об особенностях коронавируса и о том, как защитить себя, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Коронавирус, как и любой вирус, это внутриклеточный паразит. Для его размножения необходима клетка, эксплуатируя которую вирус пробирается внутрь. Наши клетки начинают синтезировать вирусные белки. Вирусные нуклеиновые кислоты клетки человека погибают. Вирусы распространяются по другим клеткам. Для любого вируса необходимо проникнуть и размножиться. Поэтому первое заражение, когда происходит, он садится именно вот здесь, в носоглотке, в ротоглотке. Почему и мазок оттуда делается? Потому что первое размножение вируса происходит именно там. По словам эксперта, при размножении вирусы опускаются вниз, проникают в легкие. Позже доходят до альвеол, где из клетки вырабатывающие специальное вещество – легочный сурфактант, поддерживающий газообмен легких. Вирус убивает эти клетки и размножается в них. Альвеолы сжимаются, развивается дыхательная недостаточность. Самая большая проблема еще в другом, что он уже разрушив вот эту стенку альвеол, он проникает дальше. Он проникает дальше, а дальше у нас идет кровеносный сосуд. И вот на кровеносные сосуды, они изнутри, все кровеносные сосуды, высланы специальной, ну такой как кафельной плиткой, эндотелиальными клетками. И на них тоже есть фермент, через который внутрь эндотелиальных клеток проникает вирус. С этим и связано тяжелое течение ковида. Легкие становятся похожи на печень, они не воздушные, а заполнены кровью. Но организм борется. У кого-то это протекает в легкой форме, у кого-то в тяжелой. Все зависит от иммунитета. Поэтому важно выработать коллективный иммунитет, чтобы обезопасить себя и окружающих. Вакцина должна защитить того, кто вакцинировался. Идея первая. И вторая идея – это создать ту прослойку населения, которое, так сказать, ну, по крайней мере, не будет переносчиками и болеть этим коронавирусом. Напомним, что все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 2-33-3-0. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Елизавета Никитина, Универньюз. Университет.